Всем привет! Меня зовут Герасимов Александр. Я работаю в компании Великс и занимаю должность директора по информационной безопасности. Немножко про компанию. Наша компания занимается представлением услуг по offensive security. Это наступательная кибербезопасность, основные правоправления это пентесты, анализ защищенности, анализ исходного кода. Также мы очень любим application security. Все, что с этим связано, построение безопасной разработки, процессов DFC COPS и так далее. Также мы разрабатываем продукты в сфере кибербеза. И сегодня мы с вами поговорим про SAST-ы, Static Application Security Testing. Это статические анализаторы кода. Про отечественные, про open-source. И поразмышляем о том, способен ли open-source реально заменить коммерческие сканеры безопасности в большом энтерпрайзе. Собственно, что такое SAST-ы? SAST-ы это сканеры кода, основной целью которой является без запуска приложения определить какие-то недостатки в коде, либо уязвимости, либо проверить несоответствие каких-то стандартов, которые вы приняли в компании. Допустим, вы говорите, что мы хотим делать вместо табуляции четыре пробела, вместо принта в питоне делать логинг. И SAST-ы способны такие штуки выявлять. Собственно, что мы хотим решить с помощью SAST-а? Это поиск секретов в коде, различные токены, ключи, пароли, какие-то небезопасные функции, которые можно выявить по паттернам уязвимости, например, слабую криптографию и, собственно, как раз несоответствие кода к каким-то политикам, которые вы приняли в компании. Собственно, есть коммерческие сканеры, есть open-source. У коммерческих очевидно, что основным преимуществом является большая база правил, по которым они проверяют код. Но и есть, соответственно, какие-то недостатки. Основным, на мой взгляд, это, наверное, то, что, как правило, коммерческие сканеры ставятся на определенный сервер, который сканирует, и, например, разработчики не могут этот сканер поиспользовать у себя. Как правило, очень сложно реализовывать свои правила. Допустим, у вас есть какая-нибудь специфичная функция, например, в приложении, которое отправляет смс-ки, например, клиентам. Есть какая-то функция. И эта функция принимает параметры rate limit. И коммерческие сканеры кода просто не увидят, например, того, что rate limit нет, или rate limit большой, либо маленький. Но при этом вы можете свое правило написать какое-то кастомное, которое будет выявлять какие-то специфичные вещи у вас в коде. Соответственно, коммерческие сканеры безопасности не позволяют, как правило, писать свои правила. Чаще всего не поддерживается интеграция с IDE, со средой разработки. И, соответственно, для зарубежных сканеров основным недоскатком – это то, что они могут, во-первых, попасть по санкции, либо просто отказаться работать в России, что сейчас актуально. Что есть из отечественного? Я выделил пять сканеров. Если я какой-то забыл, либо вы знаете, буду рад послушать после доклада. Первое – это решение от Postive Technologies. Основным преимуществом является то, что он поддерживает большое количество языков программирования. И при выявлении какого-то дефекта этот сканер генерирует proof-of-concept, которым можно проверить динамики. Например, есть какое-то веб-приложение, в котором реализована функция чтения файлов. И этот анализатор кода находит уязвимость, которая позволяет читать файлы на сервере. И генерирует вам proof-of-concept, в который вы можете вставить запрос и проверить, что действительно бага есть. И также генерирует сразу виртуальные патчи для web application firewall. И вы можете, не дожидаясь патча от разработчиков, виртуальный патч накатить на firewall и радоваться. Соответственно, достаточно много интеграции с баг-трекерами, в том числе с Jira, с различными системами типа GitLab. И есть, собственно, RESTAP для того, чтобы интегрироваться с какими-то своими внутренними системами. Второе решение – это от Rostelecom Solar. AppScreener очень хорошо работает с мобильными приложениями. При этом вы можете просто отправить ссылку сканеру на Play Market либо App Store, он его посканирует и выдаст отчет уже в соответствии с стандартным масс-вс. Очень хорошо работает с исполняемыми файлами и также умеет анализировать смарт-контракты. Третье решение – это PWS Studio. Наверняка знаете. Заточено на C, C++, C-sharp, Java. Собственно, если ваш стэк совпадает с данным, то это прям суперкрутое решение. Ребята именно затачивали свое решение на данный стэк. Кроме того, он кроссплатформенный. Можно поставить и на Windows, на Windows, на Linux. Без разницы. Хорошо работает везде. Четвертое решение от InfoWatch. Я с ним не сталкивался, но поспрашивал коллег по цеху и выделил несколько основных преимуществ. Это то, что решение работает с достаточно специфичными языками 1С, и ABAP-4 – это тот язык, который работает с SAP. Также большое количество поддерживаемых языков программирования. Ну и в целом такое интересное решение может быть. И последний – это Echelon, AppChecker, сертифицированный сканер. Не стал повторяться с предыдущими сканерами. Основным преимуществом является то, что есть веб-версия, в которой разработчики либо security-инженеры могут заходить и вместе верифицировать баги и работать над отчетами. Если вы не используете SAST или планируете перейти от одного к другому, я рекомендую попробовать open-source. Возможно, open-source закроет все ваши потребности, и вам не придется встраивать какие-то тяжелые решения, платить деньги и бояться за то, что решение может быть заблокировано на территории РФ. Какие преимущества open-source? Ну, первое – то, что они бесплатные, соответственно, хорошо некоторые поддерживаются комьюнити, легко встраиваются в процесс CICD, и можно супер-контрибьютить в само решение и реализовать какие-то свои кастомные правила. В ходе доклада мы поговорим именно в разрезе security. Есть, соответственно, SAST-ы, которые выявляют уязвимости, а есть SAST-ы, которые выявляют недостатки в коде, например, китологические вещи, либо синтаксические. Ну, вот я сделал табличку такую сводную по security-сканерам. Для GOSH-ки, например, это GASEC, для Python это Bandit, для GSH, ESLint и так далее. Но при этом для каждого из языка программирования есть общий сканер – это SimGrep. Он не просто тут указан, мы дальше про него поговорим и подумаем, а способен ли SimGrep реально заменить какие-то коммерческие сканеры. По поводу синтаксических сканеров, они так называются, линтеры, тоже собрал небольшую подборку, то есть это не какой-то конечный пул, просто ради примера. Что мы хотим учесть при переходе с одного SAST на другой, либо если у нас его нет и хотим внедрить, что нам нужно учитывать? Ну, конечно же, это самая главная база правил, по которым SAST определяет недостатки в коде, чтобы постоянно эти правила обновлялись, чтобы SAST поддерживал ваш стэк обязательно, поддерживал какую-то интеграцию с, например, IDE, с GitLab, Jenkins, еще с чем-нибудь, с чем вы работаете, и предоставлял отчеты в нормальном виде, с рекомендациями, с описанием, и отчеты в разных форматах, например, JSON, чтобы вы могли в какую-то систему загнать, распарсить отчет. По CMGREP, соответственно, есть решение из open-source бесплатное, которое способно все вот эти пункты закрыть. Что у него есть из коробки? Это поддержка более 20 языков программирования, это то, что все правила в CMGREP описываются в удобном виде, в виде YAML файлов, описываются как код, и вы можете чуть ли не программировать на этих правилах, и CMGREP не привязан к какому-то языку программирования. Если вы, например, придумали свой язык программирования, пишете на нем, вы можете спокойно в CMGREP описать правила в виде YAML файлов, и проверять свой же код на своем же языке программирования. Правила постоянно обновляются, в него хорошо контрибьютят, дальше будет график интересный, за то, как зависимость времени от количества правил в CMGREP. Очень хорошо встраивается в процессе ICD, может работать и в оффлайне, и локально, то есть он может работать и на сервере, без доступа в интернет, вы просто скачиваете набор правил, синхронизируете постоянно, и CMGREP работает без доступа в интернет. И он также взят за основу многих САСТов. Ну, например, MobSF, это САСТ для мобильных приложений, и вот он как раз CMGREP взят за основу. У CMGREP есть отдельное веб-приложение, которое способно управлять проектами вашими, запускать сканы и следить за результатами. Вот так выглядит дашбор. Что есть из коробки? Это поддержка из основных языков CC++, C Sharp, Python, Go, Java, Kotlin, все, что хотите. Он также проверяет различные конфигурации, это может быть Nginx, Apache, может проверять Docker файлы, Docker Compose, различные GitHub экшены. Ну, то есть все, что в текстовом виде, можно описать и как-то проверить, он умеет из коробки. При этом, ну, можно свои правила писать. Умеет искать секреты не только по паттернам, но и по энтропии. Также дальше поговорим об этом. CMGREP очень легко и быстро ставится. Можно прямо сейчас ноут открыть, поставить его и что-нибудь посканировать. Спускается также просто CMGREP, указывается путь до файлов конфигурации, либо нужный стек и, собственно, путь до папки с проектом. Ну, разберем правила и сэмпл небольшой. Собственно, есть небольшой питоновский код, который использует небезопасную функцию MD5. И мы хотим такие вещи искать с помощью CMGREP. Но это может быть необязательно MD5, это может быть какие-нибудь EVAL, SYSTEM, EXEC и так далее. Какие-то небезопасные функции. Соответственно, как описываются правила? Как я и сказал, они описываются в YAML формате. Есть поле rules, то есть там могут быть несколько рулов. Обязательный идентификатор правила. Затем языки, которые поддерживают данное правило. Message – это то, что будет выведено на экран, если правило сработает. Ну и, соответственно, паттерн, по которому мы будем искать. И также уровень опасности. Есть и ROR, там, info, и warning и так далее. Запускается достаточно просто, как я и сказал. Выглядит следующим образом. Какие основные обязательные поля в правилах? Ну, как видели, ID, message и все остальное. Можно искать не только по обычному паттерну, но и по списку паттернов. То есть можно объединить паттерны в логическое и, и еще внутри сделать вложения по логическому или, либо по не-паттерн. То есть тут можно делать разные вложения и увеличивать логику. При этом при матчинге, когда правило матчит какой-то паттерн, вы этот паттерн потом можете переиспользовать. Это называется метапеременные. Например, у вас есть Docker файл, в котором пользователь запускается от ROOTA, или от какого-то другого пользователя. Вы можете сматчить юзер, вытащить этого пользователя и проверить, соответствует ли этот юзер какому-нибудь вайтлисту. Ну, допустим. Вот как раз график, про который я говорил. Соответственно, очень сильно и часто контрибьютят в правилах SimGrepa. Правило можно брать либо из репозитория, который указан, либо у SimGrepa есть внутренний репозиторий, облачный. Не локально качать файл, а просто через аргумент минус-минус конфиг указывать нужный стэк вам, например, питон. И все правила потянутся питоновские. И есть отдельный playground, где вы можете написать свой код и правила, и посмотреть, как правила реагируют на этот код. Есть также паттерн Ether. То есть это логическое и, или, точнее, ну вот, например, пример с тем же докер-файлом. Очень часто мы в компании, когда приходим к другим, встраиваем процессы SSDLC, DSC-Cops, мы часто видим проблему, что у ребят контейнеры запускаются от рута. И мы приносим такое правило, которое проверяет контейнеры от рута, запускается или нет. Соответственно, мы пишем следующее правило, что есть паттерн запуска CMD либо entry point, и при этом выше нету users. То, что обозначено $users, это метапеременная. Ее можно дальше вытащить и сравнить с чем-нибудь. Также тут появляется дополнительное поле path и под поле include. Это означает, что при сканировании SimGrep будет искать только докер-файлы. То есть вы можете просто указать путь до папки с проектом, и он найдет все докер-файлы, которые есть. Очень удобно. Либо можно сделать exclude. Например, вы сканируете какой-нибудь код, и вы не хотите, чтобы сканировалась папочка tests. Есть поиск по регулярным выражениям. Тут вот простой пример для поиска закрытых ключей. И очень сложная возможность сейчас для понимания будет работа с метапеременами. Это небольшой пример Node.js, веб-сервера с SSL. И мы хотим, например, искать строчки кода, где отключен помимо SSL версии 2 и 3 еще и TLS v1. Это описано следующим образом. Возможно, правда, сложно, но основная идея в чем? В том, что можно засунуть в метапеременную все, что смачивалось. Вот этот, например, options. Мы запикиваем в метапеременную, и дальше уже работаем внутри этой метаперемены, и можно еще отдельный паттерн написать для нее. То есть идет некое вложение. Метаперемены можно сравнивать между собой. Допустим, у вас есть питоновский веб-сервер, который запускается методом run с аргументом port и с аргументом environment. И мы хотим, чтобы для production-среды запускался только с 443-м портом в приложении. Соответственно, делаем правило, делаем метапеременную arc, и потом ее можем сравнить с каким-то значением. Ну, тут, например, 443. Соответственно, при сканировании мы будем проверять, что есть production, да, и он запускается только с 443-м. Что еще можно сделать? Как я и говорил, можно искать секреты, да, токены какие-нибудь, пароли и так далее. Но при этом, что делать, если секреты не подаются каким-то регулярным выражением, паттерном и так далее? Можно искать по энтропии. Да, очень простое правило. Симгрепы есть в бета-версии, сейчас находятся. Анализатор энтропии, да, и он может искать какие-то такие специфичные вещи. Допустим, у вас какая-нибудь есть переменная токена, равно, и там какой-нибудь что-то подобное MD5, да, хэш-функции. И вот он такие штуки может найти. Что еще можно добавить полезной нагрузки к правилам? Это polyfix. Очень удобная штука для автофикса. Допустим, у вас в компании принято вместо принта в питоне использовать логинг, и приходит, например, какой-нибудь джун, и, не знаю, пишет код, и делает принт. Пушит это в GitLab, и симгреп это сканирует, находит несоответствие, и вы говорите, что я хочу сделать автофикс, вместо принта логинг поставить. Вот, и, соответственно, с помощью этого можно сделать автоматический pull-request. Симгреп это заменит и сделает pull-request для исправления. Можно добавить какой-то полезной нагрузки в метадату. Например, вы сканируете код с целью выявления каких-то уязвимостей, и при этом хотите написать рекомендации по устранению, либо вставить туда идентификатор CVE, какой-нибудь POC, еще что-нибудь. Вот, это все туда можно засунуть, и, соответственно, при сканировании симгреп выдаст отчет, в котором есть все эти метаданные. Ну, и при поле PASS, да, мы уже поговорили про нее, можно инклудить то, что вы хотите сканировать, и эксклудить то, что не хотите для данного правила. Как работает автоисправление? Очень просто. Пишется паттерн, делается метапеременный, и затем в эти метапеременные в поле FIX вы пишете просто так, как исправить. Ну, тут, например, вместо обращения в dictionary по value мы делаем обращение в dictionary по методу get в питоне. Как это работает? Запускается симгреп с опцией минус-минус автофикс, и он сразу же, собственно, исправляет в файле то, что было замачено. Метадата. Ну, соответственно, то, что я как раз говорил, можно добавить какие-то пользовательские данные, все, что вы хотите для того, чтобы использовать где-то еще, например, в системе управления уязвимостями, вы хотите вводить что-то полезное для разработчиков или для security-инженеров. Использование пас тоже проговорили. Собственно, инклудить можно, эксклудить по wild-карту, без разницы, можно докер-файлы, например, только, или докер-композ файлы. Что делать дальше с симгрепом? Окей, мы просканировали, получили какие-то отчеты, а что дальше? Хотим, например, его поиспользовать в процессе ICD своем. Окей, берем сначала готовые правила, которые симгреп предоставляет нам, сканируем, при этом сканируем в режиме мониторинга так, чтобы джоба не отваливалась у нас, потому что на первых порах будет очень много false policy, которые необходимо править, либо вносить изменения в правила. Затем можно брать какие-то участки кода, которые у вас постоянно повторяются, вы видите недостатки в них, или разработчики повторяют какие-то типичные ошибки. Вы их можете описать в виде ямл-файлов, создать свои правила и использовать их. Ну, соответственно, встраиваем симгреп в процессе ICD. Что делаем еще? Храним все результаты в какой-то единой платформе. Например, есть замечательная платформа от Avast по Defect Doge. Туда можно складывать все дефекты, строить аналитику, закрывать, либо открывать баги в ручном режиме, либо в автоматическом. И, соответственно, все баги, которые прилетают в эту платформу, необходимо зеркалить в какой-то баг-трекер для разработчиков. То есть у нас есть какая-то vulnerability management платформа для security инженеров, безопасников, и отдельный какой-то баг-трекер для разработчиков. Ну, и, соответственно, симгреп можно внедрять в IDE для разработчиков, чтобы перед публикацией кода в GitLab, либо в GitHub куда-нибудь проверять код на соответствие. Что бы я хотел с вами обсудить сейчас, либо после доклада? Стоит ли переходить вообще от коммерческих иностранных сканеров к open source, либо к отечественным? Второе. Способен ли open source закрыть базовые потребности, ваши или вообще в целом? И способен ли open source жить в большом энтерпрайзе? Небольшая ремарка способен. У нас были проекты, где мы внедряли open source, и он прекрасно работал в больших компаниях и закрывал все их потребности. На этом все. Спасибо. Да, все. Спасибо большое. Давайте немножко подискутируем. Окей, поехали с зала сразу, с первого ряда. Александр, спасибо большое за доклад. Ультраполезно. Не знаю, почему так мало народу пришло. У меня такой вопрос. Тут сегодня рассказывали про SCA-систему, которую библиотеки у нас анализируют. А есть ли смысл взять и натрамить какой-нибудь такой инструмент на свои библиотеки? Вообще использует ли кто-нибудь? Может, расскажете? Ну да, есть, собственно, SCA, есть SAST, немножко разные штуки. SCA работает по открытой базе уязвимостей, смотрит по версиям используемых библиотек. Но если у вас есть, собственно, свои библиотеки, написанные вами, то, наверное, SCA тут не поможет. Поможет как раз статистический анализатор кода. И как раз очень удобно писать какие-то свои кастомные правила. Если вы знаете какие-то паттерны, которые могут быть небезопасны, и очень хорошо это работает. При этом, почему я говорю про SimGrep, не про какой-нибудь там, не знаю, Sonor или что-нибудь еще. SimGrep очень легковесный, и он очень быстро работает. То есть по сравнению с другими open-source тулами, SimGrep просто пулей работает. Очень быстро разбирает большие данные. Спасибо. Так, да. Матвей, четвертый ряд. Спасибо за доклад. Очень интересно. А могли бы вы поделиться своим опытом с точки зрения эксплуатации? Ну, я догадываюсь, конечно, в общих шрифтах, но именно ваш опыт интересен. С точки зрения эксплуатации, какие есть отличия между бесплатными open-source решениями в случае именно с SAST, да, и теми, с которых мы переходим? Еще раз. То есть разница между open-source платным и open-source бесплатным? В принципе, платными решениями, да, которые сейчас часто много где используются. И вот open-source типа того же Griep. Именно с точки зрения эксплуатации этого решения большие компании. Да, с точки зрения эксплуатации, конечно, чтобы перейти с коммерческого на open-source, это достаточно больно будет, потому что все привыкли к красивой аналитике, к интерфейсу, где ты заходишь в интерфейс, тебе все понятно, ты можешь работать с несколькими людьми одновременно, да, там, разбирать баги. И при этом ты получаешь open-source, который это не умеет, и тебе нужно как бы наверх очень много всего накинуть, чтобы работать с этим. Это достаточно долго и больно, да. Но при этом это очень гибко, потому что, ну, вы можете разные процессы сделать под вашу компанию, да, необходимые, но при этом, если использовать коммерческие тулы, то не всегда это можно сделать. Так, последний ряд. Извиняюсь. Вопрос был именно не про сам переход, а про последующую поддержку и эксплуатацию. Встречались ли с какими-то прям кардинальными отличиями, нерешимыми проблемами? Окей. Коммерческие все сканеры, да, тулы, что в них при эксплуатации хорошо? То, что они постоянно докидывают тебе какие-то обновления по правилам. Ну, например, какая-нибудь бага вышла, ну, допустим, не знаю, log4j, да, и они достаточно оперативно вставляют правила для поиска данных, ну, каких-то паттернов, да, импорта тех библиотек, которые изимы. И, ну, вы просто очень быстро находите такие штуки. Ну, в противовес open source, это надо ждать, пока кто-то законтрибьютит просто. Вот. Ну, не знаю. Например, при эксплуатации тех или иных, мне кажется, с точки зрения только удобства и быстрого, быстрых обновлений. Так, да, последний ряд. Ага, давай. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Вот у меня к вашему первому вопросу, да, вы просили, так сказать, упомянуть, а есть ли еще какие-то стат-анализаторы. Вот мы у себя внедрили производство Института системного программирования RAN. Это SWACE называется такой статический анализатор. Ну, у них там много разного инструментария, там, для фазинга, ну, в общем, можно как бы посчитать, познакомиться. Ну, и признаться, очень довольны. То есть вот из тех пяти, которые вы показывали, мы регулярно пользовались, и после того, как внедрили SWACE, он нам нашел еще там много чего, что не ложно-положительное. То есть отбрасываем, как бы, ложно-положительное. Ну, вот такой опыт. Это не open-source, к сожалению, но пока что вот вся продукт очень хорошо зарекомендовал. И вся группа, они там очень заинтересованы в реальном использовании, в реальном секторе и так далее. Спасибо. Супер. Вдобавок к этому, open-source очень круто использовать, если у вас в команде есть какой-то специалист по анализу защищенности, обсек, да, или, не знаю, пентестер, который постоянно у вас находит какие-то баги, либо, ну, просто он встречает очень часто какие-то баги. И он может это описать, ну, как код, да, какое-то правило написать и выявлять эти же баги у вас. Вот. Мы, например, ну, постоянно сталкиваемся с услугами типа, там, проанализируйте нам код белым ящиком, да, там, приложение посмотрите. И мы достаточно часто встречаем какие-то, ну, закономерности, да, какую-то корреляцию между заказчиками. И, ну, мы описываем это все в виде правил вот для Симгрепа и дальше используем для последующих проектов. То есть таким образом мы пополняем условно свою внутреннюю библиотеку правил и, ну, увеличиваем скорость работы там спецов в следующих проектах. Вот. Так, а второй ряд? Раз-раз. Раз-раз. Привет, спасибо за доклад. Вопрос странный для Highload, наверное. Наверное, про стат-анализ для 1С-ки. Вот в коммерческих, которые я смотрел лично, ну, как бы поддержка 1С добавлена для галочки в целом, потому что там, ну, типа, 15 правил из серии, как бы, не делайте плохо, делайте хорошо. Вот. Встречались ли какие-то, может быть, на опыте есть, возможно, какие-то закрытые библиотеки для правил, для анализа, именно статического анализа 1С, потому что, вот, позитивов я смотрел, ну, что он есть, этот анализатор, что его нет. Понял. У InfoWatch есть поддержка 1С. Сталкивались? Понял. На самом деле, я лично не сталкивался, и проектов таких не было. Были проекты по SAP, ABAP-4, тоже такой специфичный язык, тоже плохо работает. Мы разбирали все руками. То есть, ну, просто тупо основываясь на своем опыте, на логике работы приложения, да, действительно, таких каких-то достойных сканеров мы тоже не встречали. Спасибо. Так, у меня такой вопрос, а почему именно про 7GREP вот было столько контента? То есть, он как самый любимый опенсорсный сканер? Слушай, ну, он не самый любимый, просто он очень гибкий. То есть, можно, там, какие-то задачи, которые вы видите перед собой, решить с помощью 7GREP, описав тупо правилами. Я просто по опыту везде наблюдаю, что везде стоит сонар. Вот я куда-нибудь... Он же тоже, по-моему, опенсорсный? Да, он опенсорсный, но есть у него еще Enterprise-план. Ага. Ну, и у 7GREP уже тоже есть Team Enterprise-плана. Да, 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 есть. Я вот погуглил немножко сейчас посидел. Но при этом, да, сонар ок. Опять же, если сравнивать их между 7GREP и сонаром, да, если хочешь больше кастомщины, какой-то очень большой гибкости, то это, опять же, сонар. И сонар по скорости намного быстрее, чем сонар. И при этом, я вот что-то не помню, у него сонар позволяет ли делать автофиксы? Нет, не позволяет. Ну вот, 7GREP как раз... То есть там просто агент, который сканирует, пакует, по-моему, отправляет JSON куда-то на сервер, и там стоит веб-морда, которая тебе все это показывает. Да, да. Ну вот, но при этом, например, 7GREP можно использовать как какой-нибудь бота, не знаю, в GitLab, в GitHub, который будет тебе pull-request автоматически делать, если... Да, и про подключение к IDE, то есть это... Я так понял, что это Python скрипт, да, Python приложение. Как оно с IDE взаимодействует? То есть это какой-то есть... Какая-то есть консольная утилита, которая вызывается по сейву... Я понял вопрос. Ну, смотри, есть плагины, там для Microsoft, Visual Code, по-моему, как он называется? Есть плагины для Vima у 7GREP, еще для чего-то. Ну, просто отдельный плагин, который ты ставишь, устанавливаешь... А, то есть открываешь Extensions, вводишь 7GREP, нажимаешь отстал и заводится. И все, погнали. Ну, надо запустить его локально, наверное, где-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok